Друзья, всем привет! Хочу обратиться и сказать пару слов. Четвертый день войны. Говорят, что четыре дня для серьезных войн это ключевые дни, и Украина выстояла. Поэтому слава Богу за Украину. Друзья, скажу честно, что я так много не плакал, как я плакал за эти пару дней. Много не плакал, так последних много лет, как я выплакал за последних пару дней. Друзья, это слезы боли, иногда радости, когда Бог показывает какие-то чудеса. Я хочу сказать, что Бог по-собому заботится о моей семье и о церкви. Мы вывезли 63 человека, из которых 28 детей, в безопасное место, и продолжаем служить. Хочу сказать, что я думаю, каждый должен занять свою ответственность. Каждый должен понять, что я должен делать. Это моя ответственность. Служить Украине, служить украинцам в тяжелое время. И я думаю, каждый должен что-то делать. Каждый должен заботиться о ком-то. Мы не можем только думать о себе. И поэтому в прошлое видео мы записали с фондом Минины Байдуже, и мы собрали за короткое время большую сумму, и мы начали помогать уже многим церквам в Украине. Что я хочу сказать, друзья? Пару моментов. Первое, что я хочу сказать, я знаю, что у меня на канале есть люди, которые смотрят нас не только в Украине, в России, в Беларуси. Друзья, я хочу к вам обратиться. Я знаю, что вы смотрите, и верю, что есть какой-то кредит доверия. Послушайте, у нас на самом деле идет война. Убивают мирных жителей, стреляют по жилым домам, стреляют по больницам, стреляют по медикам. У нас танки, нас убивают. Это правда. Правда и такая, что убивают ваши войска. За эти четыре дня погибло тысячи, друзья, тысячи, официально тысячи. Послушайте, это реальные люди, это реальные жизни. Мне больно от этого. Я думаю, многим больно. Сегодня многие матери плачут, жены плачут, дети плачут. Друзья, людей убивают. Пожалуйста, если вы смотрите, вы в России. Заплатите свою цену за то, что вы можете сделать. Я знаю, это непросто, но скажите об этом. Я против войны. Напишите пост, выйдите на митинг. И это стоит для вас, я понимаю. Пожалуйста, заплатите свою цену. Мы сейчас платим свою цену. И наша цена. Многие остались без домов, потеряли родных. И это наша цена. Пожалуйста, будьте ответственными в это время. И подумайте о тех, кто страдают, не понимая почему. Поэтому, если вы можете заявить о своём решительном, нет войне, сделайте это. Это первое. Следующий момент. Хочу сказать тем, кто в Украине. Друзья, возможно, вы сейчас в дороге. Возможно, вы думаете эвакуироваться. Возможно, вы где-то застряли. Я и моя команда, мы сейчас пробуем координировать людей. Отправлять за границу. Помогать проваживать маршрут в Украине. Проводить людей. Давать возможность договариваться где-то за ночлеги, за питание. И мы пытаемся заботиться. Поэтому под этим видео будет возможность написать вам, если вы какую-то нужду имеете. Также есть наша почта. Я оставлю номер телефона. Вы можете звонить. Друзья, звоните, пожалуйста. Если нужна какая-то координационная помощь по Украине. Следующий момент. Если вы где-то уже находитесь близко к границе и думаете, что дальше, как в Европе. Мы нашли в разных странах сегодня людей наших, братьев и сестёр, которые готовы нам служить. Это Чехия. Это Румуния. Это Польша. Это Словачия. Пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы готовы помочь скоординировать вас, чтобы эти люди служили вам. И вы могли там адаптироваться, быть в безопасном месте, чтобы о вас и о ваших детях могли позаботиться. И сейчас мы этим занимаемся. Поэтому обращайтесь, пожалуйста. Готовы этим служить. Следующий момент. Хочу сказать, друзья, всё это занимает финансов. Я очень благодарен за тем, кто уже спрашивает и как-то хочет поучаствовать. Если вы находитесь особенно в это время за границей и у вас спокойно, пожалуйста, поддержите нас финансово. Я добавлю снизу ссылку на сайт GSI Venture. И это сайт, на котором можно, если нажмёте на эту ссылочку, вы сразу перейдёте на мою семью. И вы увидите, что там мою фотографию моей семьи. Друзья, вы можете там сделать одноразовое пожертвование. Любую сумму, друзья. Я бы сказал доллар. Гривну. Доллар. Больше. Сколько вы можете, друзья? 100 долларов. И любые суммы, друзья. Любая сумма. Здесь дело в участии, в том, что вам действительно это не всё равно, и вы можете поучаствовать. Нам каждая гривна здесь помогает и спасает кому-то жизнь. Поэтому, друзья, что хочу сказать. Вы можете перейти по этой ссылке и внести своё пожертвование. Просто укажите для беженцев. Для беженцев или для Украины. И там делайте пожертвование, и это пожертвование пойдёт на эти цели. И последнее, друзья. Верю, что Бог за нас. Верю, что Бог на стороне правды. И мы боремся сейчас за правду. Правда в том, что мы защищаемся. Мы спасаем свои жизни. Мы молимся за воинов. Мы молимся за государство, за президента, за правительство. Мы продолжаем это делать и будем продолжать служить, молиться и служить тем, кто в этом нуждается. Друзья, пожалуйста, продолжайте за нас молиться. Участвуйте, как вы можете. Я благодаря вас участвовать и понять, что вы лично можете делать в это время. Возьмите свою ответственность за людей, за эту ситуацию. Если вы где-то за границей и вы думаете, как помочь, пожалуйста, помогите нам финансами. И сделайте так, как я просил вас. Будем очень благодарны, друзья. Всем с Богом, пожалуйста, молимся, трудимся. И пусть мир видит, действительно, как Божий народ объединяется. И вся эта слава будет принадлежать ему. Люблю вас, друзья. С Богом. С Богом.